Франтишек Вечерко, старший советник Светланы Тихановской присоединяется к нашему эфиру. Франтишек, приветствуем вас. Добрый день. Из последних заявлений Лукашенко, в частности 24 августа, прозвучало поздравление Украины с Днем Независимости. Вы уж простите меня за недипломатичность, но мерзкий лицемер. К чему бы это он так? Ну, это очень показывает характер Лукашенко. Он пытается всеми способами показать, что все ему сходит с рук, что он имеет полную безнаказанность. Он понимает, что делает, он понимает, когда запускает ракеты на фоне Дня Независимости Украины, но таким образом как бы издевается, что ли, над Украиной, над международным сообществом. Он такой альфа-самец, который должен показать, что он здесь самый главный на селе, и никто ему не смеет ничего указывать. Да, но мы же все понимаем и закон бумеранга, и не бывает безнаказанности. То есть рано или поздно придется ответить и заплатить за эти действия. Скажите, а что происходит внутри самой страны? Мы понимаем, что Лукашенко может долго из себя строить простого парня, хозяйственника, надевать белую рубашку и ходить ягоды дегустировать. Но очень ему не нравится оппозиция, и очень ему не нравится, когда люди начинают говорить то, что они думают. Что известно о тех людях, которые стали жертвами его политических репрессий? Усилились они? Может быть, какие-то есть подвижки? Может быть, удалось кого-то освободить? К сожалению, никого не удается освободить. Наоборот, репрессии усиливаются. Он дал приказ всем силовым ведомствам расправляться над любым инакомыслием. Сначала разбирались с участниками протестов, разбирались с политическими партиями. Сейчас уже под удар попали культурные деятели, учителя. Даже люди, которые разговаривают на белорусском языке, они тоже попадают в тюрьмы. Попала в тюрьму также белорусская певица, которая исполнила песню «Океана Эльзы». Сначала ей дали 15 суток, сейчас еще дали 15 суток. Скорее всего, готовят уголовное преследование и посадят на года. За что? За то, что исполнила песню на украинском языке. То есть Лукашенко становится таким коллаборантом Путина в Белоруссии, в регионе, в войне. Но и уничтожает своими руками, руками своей системы все белорусское, что есть в государстве. Это его отличает, собственно, от других диктаторов. Обычно диктаторы, наоборот, они пытаются усиливать национальную идентичность, собственную власть. Очень часто диктаторы-националисты. И Лукашенко же это такой русскомировский человек, для которого сохранение даже такой минимальной символической власти важнее за государство. Да, конечно же, языковой вопрос, как всегда, очень болезненный. Мы это в Украине почувствовали на себе. Мы видели обращение Лукашенко к своим подчиненным о том, что даже дорожные знаки нужно было бы поменять на русский язык, иначе же не все поймут, что написано. Ну, то есть, есть такой прессинг своего же языка в своей же стране. Скажите, а сколько людей стали переходить на белорусский? Вот в Украине это с началом полномасштабной агрессии, конечно, стало большим толчком, и больше людей заговорили на украинском. Как в Беларуси обстоят дела? В Беларуси белорусский язык активно используется в интернете, активно развиваются такие проекты, как белорусская Википедия. Многие мои друзья в Фейсбуке, в Твиттере, я вижу, с начала войны стали писать сразу на белорусском языке. Писать по-русски это как-то в какой-то степени стало поддерживать оккупанта. Мы видим, что появляются онлайн-курсы, школы, фильмы на белорусский язык стали переводить, и эти фильмы часто скачивают в интернете. Родители показывают деткам тоже продукцию на белорусском языке. Конечно, повлияла Украина, но вот эта белорусизация, она началась еще в 2014 году, когда происходило событие на украинском Майдане. Это очень вдохновило белорусов. Тогда в Беларуси стали популярные вышиванки, курсы белорусского языка. И то, что в 2020 году происходило на улицах белорусских городов, что столько людей выходили на улицы, это в том числе результат вот этой белорусизации. Сейчас Лукашенко пытается с ней бороться. Он видит в белорусизации угрозу, угрозу его власти, угрозу путинскому контролю над Беларусью. Поэтому он борется со всеми проявлениями белорусского в Беларуси, чтобы Минск там ничем не отличался от Челябинска. Франк, скажите, пожалуйста, почему из уст Лукашенко в очередной раз прозвучали заявления относительно того, что он не готов отказаться от ЕС, в частности от ЕС как рынка сбыта? Потому что Лукашенко нужны деньги. Деньги любой ценой. Нужно платить армии силовиков, военных, службе охраны, КГБ, 5000 человек. Они же просят дай кушать, дай кушать. А когда были введены санкции, ресурс, который можно использовать на оплату и на гонорары своим подчиненным, он сокращается. Поэтому он сейчас дал поручение МИДу Лукашенковскому, другим чиновникам, искать возможность сбывать продукцию любыми возможностями. ЕС закрыт до Лукашенко, но они идут в Африку. И сейчас мы видим, что с рядом африканских стран, с Ганой, с другими увеличилось в 3, в 5, в 10 раз торговля. Часто они пытаются использовать Африку и азиатские страны для обхода санкций. Продают туда продукцию, а оттуда продукция идет уже в западные страны или в страны Латинской Америки. Поэтому мы сейчас и с американцами, и с Евросоюзом работаем над так званными вторичными санкциями, чтобы перекрыть лазейки для обхода и Путину, и Лукашенко. А вот этот недостаток денег Кремль отказывается перекрывать? Ну, вот буквально вчера, кажется, Грызлов, посол России в Беларуси, он оценивал, что Беларусь потеряла от санкций ЕС 13 миллиардов, но Кремль всего-навсего дал полтора миллиарда компенсации. Да, они говорят, что мы готовы импортировать ту продукцию, которую Беларусь, Лукашенко не может продавать на Запад, но у них тоже нет такого спроса на беларусскую продукцию. Поэтому, конечно, они пытаются как-то Лукашенко обеспечить, выкормить, выносить, но в полном объеме компенсировать потери Лукашенко не удастся. Ему повезло с конъюнктурой цен. Первые полугодия выросли цены, несмотря на то, что упали объемы экспорта, с ростом цен удалось получить нужную прибыль. Но в этом полугодии, в следующем, в начале 2023 года, будет очень тяжело ему, и это, мы надеемся, откроет возможности, в том числе для нашего протестного движения. Можно ли утверждать, что на сегодняшний день Кремль Беларуси выделяет ровно столько денег, сколько необходимо для того, чтобы режим Лукашенко оставался на плаву? Больше денег для развития государства, об этом речи не идет. У Путина все идет на то, чтобы бомбить украинские города, чтобы хоть каким-то образом имитировать победы и продвижения на украинской территории. А Лукашенко они поддерживают уже в последнюю очередь, поддерживают его штаны, чтобы они там не упали. Но финансировать полностью Лукашенко они не будут. Обходится он им дешево, но и Лукашенко особенно выбора нету, поэтому он держится даже вот за эти последние штаны, финансируемые Кремлем, сколько может. Мы с вами начали говорить о том, как прошел день извесимости в Украине и о поздравлении Лукашенко. Вот хочу зачитать вам новости и нашим телезрителям, как ответил украинское министерство обороны на это поздравление. Ведомстве ответили, что желают Лукашенко такого же мирного неба и воссоединения с его добрыми друзьями Хусейном и Каддафи. Очень креативный ответ. Я думаю, что этого желает не только министерство обороны, но и многие белорусы. Я думаю, что Лукашенко заслуживает, перед тем, как он встретится с Каддафи и другими друзьями, заслуживает еще и на суд, на трибунал, в Гаге, а лучше всего в Минске, чтобы все те люди, которые 28 лет страдают от его иго, от его террора, чтобы они имели возможность также высказать все, что про него думают. Но уйти от ответственности ни Лукашенко, ни одному из способников, которые помогают сейчас в войне путинской против Украины, те, которые помогают в терроре против белорусского народа, они от ответственности не уйдут. Франк, скажите, пожалуйста, ваше личное мнение. Может ли Путин додавить Лукашенко? Может ли Лукашенко все-таки пойти на эти требования Кремля и начать более активно поддерживать российскую войну против Украины, в частности, введением войск? Лукашенко делает все, что просит Кремль, но введение белорусов, белорусских солдат на украинскую территорию, оно сработает против Лукашенко и против Кремля, поэтому они в том числе этого не делают. Конечно, если Путину это надо, он сделает такой приказ, но не исключено, что солдаты развернутся, бросят оружие, перейдут на украинскую сторону. Моральный дух очень низок, боевая подготовленность армии низкая. Я сам служил в армии, я знаю, что это имитация. То, что сейчас происходит учение, там они бросают гранаты, разбирают, собирают понтонные мосты, это профанация, это имитация тамбурной деятельности. Но реально в боевых действиях белорусская армия участвовать не может, не будет, и воевать против Украины никто не намерен. Франок, но если речь идет о десятках тысячах вооруженных людей, не согласных с режимом Лукашенко, которые в случае, вы озвучили, если будут введены на украинскую территорию, могут развернуться и пойти против режима. Что сегодня мешает им пойти против этого режима? Ну, потому что система так построенная, с огромное количество преград, что даже если ты офицер, даже если ты чиновник, министр, у тебя ни доступа нету ни к Лукашенко, ни к телу, ни к оружию. Даже возможность перейти на сторону Тихановской сейчас у людей нету, потому что у каждого чиновника подписывает куча форм секретности, они не могут выехать из страны, те, у кого виза стоит шенгенская в паспорте, они сразу попадают в список неблагонадежных, и их тоже держат. Те, которые убегают через леса, потом берут заложники их жен или детей на крючок. Ну и вот это мешает, потому что вся система, выстроенная Лукашенко, заточена под то, чтобы ограничить его от внутренних рисков. Он всю жизнь строил защиту для себя самого. Это такое, белорусское государство, такой огромный бункер для Лукашенко, в котором он сейчас прячется, окруженный везде врагами, и даже те, кто еще недавно были его сторонниками, сейчас сточат на него косы. Франк Вечерко, большое спасибо. Спасибо.